И всем привет ребят, с вами вторая инка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас вышло новое обновление в нашей замечательной игре, сегодня мы приступаем к обзору интересных обновленных вещей, если вам нравится подобного рода видос, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну а мы сегодня будем тестировать нового джиггернаута, запикаемся в командного джаггера, попробуем на нем прожить как можно дольше, желательно конечно было бы, чтобы я прожил на нем полную каточку, ну и ко всему прочему мы постараемся выиграть бой, ну и рассмотреть насколько джиггернаут новый стал сильный, у него теперь есть сплэш от ракет в сводке, у него есть повышенный урон и повышенный критический урон обычными выстрелами, поэтому пикаемся в джаггера, я очень давно ждал это обновление, ждал когда джиггернаут станет супер сильным, и быть может сегодня этот контент мы сейчас вместе с вами и увидим, ну а вы не забывайте, как я уже сказал, подписываться на канал, ой-ой-ой, что-то меня закидывает в нашу тукатку, также не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, по моему личному тегу в аккаунтике, устанавливайте тег, создатель контента, мой личный тег ТИМП, ну и участвуйте в этом замечательном розыгрыше, вся информация по этому поводу есть в описании, ну а мы должны попасть в новую катку в джаггере, чтобы как раз таки забрать этого джиггернаута и записать с ним уже контентовый видос, поэтому я пока что буду пикать и буду стараться забирать, также у нас сегодня обновились ультраконтейнеры, в которых у меня нету целых двух скинов, а именно Ареса XT и Скорпиона, которые у меня есть вот здесь вот, в замечательных скинах и быть может у нас будет шанс выбить их и еще из этих ультраконтейнеров, если мне так сильно повезет, как никогда, но быть может что-то мы с этих ультраконтейнеров и выбьем, так, ну а мы запикиваемся в новую каточку, так я быстро ухожу на Делитик, открываю ТАП, надеюсь, что там нету никаких супер жестиков, я вроде как с первого раза сразу не увидел, поэтому пробуем забрать джаггернаута и пробуем навалить контентику, а у меня джаггернаута забирают, при том очень быстро, ладно, давайте я тогда поставлю видос на паузу, постараюсь забрать джаггера и тогда мы уже начнем видос, потому что иначе я сейчас потрачу супер уйма времени на то, чтобы просто получить его, поэтому давайте, как только я получаю джаггернаута, мы сразу же продолжаем и стартуем, уже в следующей каточке, сразу же быстренько мне удается запихаться на форест ремастер и получить джаггернаута против у нас какой-то лаганный джаггер, по 3 800 урончика накидывает с обычного выстрела этот замечательный джаггернаут, и крит 6 с половочкой залетает, первого джаггернаута мы быстро уничтожаем, постараемся здесь прожить полный бой, ну и заработать как можно больше очков, возможно, это возвращение легендарного джаггернаута, в нашу игру, также я так посмотрел, что сводочка у нас на джаггере тоже стала более приятная, более жесткая, с нее теперь можно тоже очень вкусно работу производить, ну и что самое главное, что самое главное, это то, что у нас повышен урон, который дает нам возможность ваншота средних танков, если они не прожимают броню, это очень и очень вкусная тема, даже с тем учетом, что у нас нету, ну так сказать, быстрого повышенного овердрайва, да, который раньше зависел у нас, например, от набора киллов, так, но меня что-то как-то прессует, очень жестко даже, если честно, прессует, уже и слева и справа, накидочка плотная начинает залетать, поэтому мы давайте чуть так на пассивичах, конечно, постоим, но хотелось бы, если честно, оп, тип залагал, хотелось бы, если честно, и чуть-чуть в открытую поиграть, но на такой карте это будет крайне сложно сделать, если меня так будет жестко выпушивать и слева, и справа, так, у нас, кстати, против джаггернаут выходит с карты, это очень и очень хорошо, значит, у нас есть шанс чуточку пожить и пострелять, сразу вижу, что джаггернаут, ну, выглядит совсем в другом виде, совсем, вот в абсолютно другом, это реально уже хороший имбовый джаггер, с которым можно, так сказать, работу производить, только не слиться, только не слиться, только не слиться, так, мне надо как-то, вообще, по-хорошему аккуратно подсейвиться, чтобы не получать так много урона, но все равно, я думаю, что есть, есть вооружение, есть комбинации, с которых даже этого джаггернаута можно уничтожить, и я думаю, что в скором времени эта комбинация выйдет на канале, и вы сможете тоже увидеть одну интересную комбину, с которой можно уничтожать джаггернаутов, но сегодня мы говорим исключительно о этом танке, и о том, что он выглядит реально круто, 13 киллов у нас уже есть, давайте постараемся дать как можно больше, надеюсь, что здесь у нас супербыстрой досрочки не будет, я пока что не знаю, какую лучше позицию занять, потому что, что справа, что слева, периодически у меня залетают неплохие течки, но если у меня нет овердрайва, то, конечно же, в открытые позиции стоять довольно-таки опасно, поэтому я чуть более на пассивичах, но вот сейчас оверка у меня появляется, поэтому можно чуть выпушить фланг и уже делать накидочку по вражескому джаггернаутику, также постараемся, давайте, быструю сводочку какую-то оформить, моментально просто сводка у нас залетает по 1200 урона с каждого выстрела, ну и при этом эти выстрелы у нас еще со сплэш-уроном должны быть, я пока что ни одного сплэш-урона не увидел, но если поймаем тайминг, где у нас противник будет стоять, как говорится, вместе, друг с дружкой, да, то там как раз-таки мы эту всю ситуацию и должны будем пролицезреть, так, джаггернаут очень круто пикает, и я остаюсь уже без, как говорится, своего оуди, да, без оуди, конечно, но здесь моментики может быть крайне-крайне опасненько, но мы давайте плотную накидочку пробуем делать по джаггернаутику, хорошо, пятого рубим, так, ну и остаемся давайте в агрессивной позиции, пробуем дать сводочку, по джаггернауту шикарная сводочка должна залетать, там по кому-то нулевой урон еще прошел, так, ну и что мы здесь надамажили, вот эта позиция, конечно, ну на этой карте это самая такая агрессивная, самая жесткая, здесь можно очень жестко еще и привести себе урончика, жалко, что не ваншотится легкий танк, да, потому что наносится по нему, ой-ой-ой, все, походу, Габелла, походу я приехал, да, я приехал, потому что по нему наносится урон 1940, да, получается, но в любом случае очень вкусный урон, очень вкусный урон, с таким уроном можно работать, и я за 5 минут заработал 600 очков на джаггернауте, то есть в теории у нас есть возможность выхода даже где-то на полторушку, на вкусную двушку, да, и это, конечно, не может меня не радовать, так, только я не могу понять одного, у меня устройство стоит, мое замечательное контентовое, да, вакуумка стоит, а то что-то как-то урон, как будто маленький какой-то проходить стал, я даже немножечко удивился от того, что я на вакуумке играю, или у меня какое-то другое устройство стоит, так, ну и давайте постараемся выиграть теперь катку, все-таки я своего джаггернаут обсосал, но у нас уже 6 джаггеров вражеских слита есть, поэтому давайте попробуем, постараемся, также у нас обновился овердрайв, о, джаггернаут вернули, супер шикарно, у нас обновился овердрайв Ареса, который я думаю, что мы вместе с вами тоже в ближайшее время протестируем, так как я на Аресе играю очень и очень часто, поэтому для меня этот корпус является максимально актуальным, и я буду стараться его, как говорится, тестировать очень и очень часто, и, ну, играть, в принципе, на нем буду суперчасто, поэтому я думаю, что обзор Аресика выйдет уже в ближайшее время, также у нас обновился Харек, Харек мы тоже, я думаю, что вместе с вами в ближайшем будущем затестим, но с джаггернаута, как говорится, грех было не начать первым, потому что джаггер это то, что реально требовалось изменить и улучшить уже на протяжении длительного периода времени, так, фулл свод ко мне залетает, и еще молот сверху мне сзади овердрайвик добавляет, в очередной раз я уличаю на респик, так, ну и у нас 7 джаггеров, я бы хотел бы вообще досрочку сделать в этой катке, потому что что-то какая-то напрягалово пошла у нас, очень сильная от противника, и это, ну, как-то выглядит рисково, как минимум, попробуем, поэтому давайте быстро слить вражеского джаггера, который уже стоит, ну, максимально в агрессивной позиции, 8-го сливаем, ну и остается у нас еще 2 джаггера, кстати, заодно может быть хотя бы 1 шарик на рейсике, мы вместе с вами в рамках этого боя запустим, и заодно посмотрим хотя бы то, как он работает, 200 урона залетает у меня, 200 урона с вакуумочки залетают в упорчики, это может быть скрытый нерв вакуумки какой-то произошел, будто вчера урона она выдавала больше, ну, может быть, мне просто кажется, посмотрим, чуть покидаем, страйкер мне сводочку оформляет, офигеть, дабл сводка от страйкера, еще и дополнительная сводочка, вот как раз-таки с джаггернаута, так, ну и вот мы 9-го сливаем, сейчас у меня есть уже шарельник, попробуем какую-то шареллу сейчас интересную запустить, под вражеского джаггернаута, который начинает уже убегалову делать, так, ну а я, ну давайте, ну так, на линию дам просто шареллу, да, это старый шар, оу, оу, ох уж этот старый шарельник, который летит медленно, и тики вкусные их делает, блин, ну там надо смотреть, конечно, что по тикам будет, насколько большое количество урона будет влетать, по итогу, но это, быть может, очень жесткий контент, это, быть может, очень-очень вкусный контентик, который может быть реально полезным на дистанции, но по первому шару особо многое непонятно, единственное, только увидел скорость, которая является старой скоростью аресового шара, но так как большое количество игроков уже научилось от него уворачиваться, то, может быть, его реализовать станет тоже посложнее, да, и немножечко в этом плане будут тоже определенные изменения, так, ну ладно, давайте пробуем уже добивать последнего джаггернаута, потому что джаггер что-то как-то уже и живет долго, уже его и слить как-то тяжело стало, так, ну у нас урончик, ребяточки, давайте, 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 на новых обновленных фризах в джаггернаута, влеталову, делаем контентовую, влеталову, делаем, у меня 50% овердрайва, хорошему было бы еще попробовать в него прожать, этот оуди, этот оуди, который у меня появится, а, ну все, джаггернаута сливать, в целом, что я могу сказать, супер крутой джаггер, главное это, конечно, жить на нем, не сливаться, не делать как я, и тогда у вас будет очень хорошая возможность плотно набирать большое количество очков в этом замечательном режиме, ну а на дистанции этот режим может давать очень большое количество кристаллов и опыта для фарма, поэтому мой вам совет, обязательно попробуйте, поиграйте на этом джаггернауте, позабирайте его и пофармите, мне кажется, что эра джаггернаута возвращается, и теперь с этим замечательным корпусом и пушечкой уникальной есть возможность фармить безумно большие количества кристаллов. У меня, друзья, на этом все, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!